Ну что, сделал стоп-старт, надеюсь, Ренсинхрон пофиксится, я обрюбил вам стрим, он у вас гухнулся там сейчас, вот, может сейчас все будет лучше, так, фаербулы по роучам пошли, заходит Вортикс внутрь армии Фрэнда сейчас, Фрэнк построит еще трех роучей, Вортикс значительно больше строит, уводит битву сейчас от плетки подальше, куда-то тут Фрэнкс не туда плетку вкапал, вот ее сюда надо было вкапывать, каким-то образом драться здесь, и Вортикс бревает все в хлам, сейчас, в общем-то, здесь ничего не поделать в итоге, это победа Испанца, Гагай, пишет Фрэнкс очень жестко, Вортикс разгромил здесь, Гагай, пишет Фрэнкс очень жестко, и Ihr таким образом вирописится, было замечательно. ен whistleblody с Д Londькис стл behavi грязненько не только пахну, выглядит начинка я прощался, так видно, не благо р regulations вprés. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пользователь CERC7Real активировал премиум на ваш канал Спасибо CERC7Real, спасибо всем ребят за поддержку, за внимание Продолжаем смотреть, ну что тут говорить, все хорошо? Пауза какая-то у нас что ли, йога дропает, это печально Стрим уже поднялся, Фанюнифан не знаю, говорили про растинхрон, но сейчас Вроде как он убрался, мне просто было непонятно, есть там нету растинхрона, сейчас все лучше значительно будет Субтитры сделал DimaTorzok Так, все, дропнула йога, нажал я, чтобы дропнули, попросил Варди Вортикс 1.0 ведет Ну что, Вортикс поехал куда-то, то ли на разведку, то ли проксихату сейчас ставить, видимо, к Стрэнджу Судя по всему, это второе, кстати говоря, все-то какое-то будет гейство просто полное Ну, от Вортикса точно от Блайна привыкли, да, к такому Вот Да, посмотрите, идет ныкает дрон, а это будет чизочек какой-то Ну это клан Вар, что тут поделаешь? Проверяет ли Стрэндж прокси? Вот это вопрос, конечно По крайней мере, Стрэндж играет стандартно, обычно через гейт Нет, сужда там Спускается вниз, в разведку пойдет А, он проверяет, кстати Опа, как же он не замечает Стрэнджик, что же ты делаешь? Едет вперед и не заметил он хату сейчас, к сожалению Это все хоть из записи, но все равно я смотрю и переживаю Здесь газ начнет сейчас добываться и кибернетчика будет заказано Что Вортикс? У нас линги будут, плетки, я не знаю Ну, плетки отсюда далековато пилить, хотя крипесно пилить Скорее всего, второй вариант это роучи будет И Вортикс с обманного дрона сейчас выводит И Стрэндж на все это повелся Ну а как тут не повестись? Вроде проверил прокси, не доехал до края, не заметил, в общем-то, что есть И здесь в итоге косяки Умеет Стрэндж таки и пушит, может форжу вообще запилить Еще форжа, кстати, как вариант Так, спускается адепт, проверяет Ну здесь ничего пока еще нету, сейчас королева только выйдет Можно, кстати, было выйти и личинку, например, хоть одну выбить Уже напряг на самом деле Для Вортикса Два газа добывается, что это не просто роучи Это роучи реводжера будут Форжа роба добавлены у Стрэнджа Здесь собирается, что он делает? Еще один гейт Пошел в блок, наглупо называется Он делает сейчас Овера бы сбить не помешало бы Стрэнджику Но Овера нечем сбить пока Ну а здесь три первых реводжера Дома там у роуч еще один строится Овера Стрэндж пытается прогнать Форжа готова Он потоночка сзади пошла Оверчаж будет Стрэндж уставлять, интересно Ну надо ставить, наверное, вот на этот пилон Хотя как-то не хочет Стрэндж сразу спешить с Оверчажем Фаерболы идут Сейчас еще один Оверчаж пошел Ой, Фаербол на пилон пошел Адепт дэмэджен очень сильно Вот сейчас бы Сентрюб одну Стрэнджу Просто иметь в наличии И что тогда было бы? Тогда бы можно просто было бы взять Поставить филк, отжать Оверчаж сюда выставить И все было бы замечательно Еле-еле затранслюдил сейчас вортик своего овера Так, Оверчаж выставлен Королева моментально падает Оверчаж очень вовремя Нужно добустить сейчас Ну и, кстати, у Стрэнджа все ништяк Здесь Эморфа устроится Гейты открываются понемногу Короче, все хорошо Единственное, что нужно бы, конечно, восстановить Сейчас Б-кибернет Да, две Сентри запилены Сейчас с двумя Сентрями будет попроще Филк нужно ставить, Стрэнджик старший Ты пил, ставят филк он В общем-то, Оверчаж снизу Реводжер убивает Верхних тоже Стрэндж сейчас убьет Мазеркор подставляется Его нужно отвезти назад Здесь Эморфа врубает поля Свои жесткие И Стрэндж минусует, по-моему, Вортикса в этой игре Как-то контроль, правда, так себе у Стрэнджа идет Сейчас Вортикс на халяву Хочет пробок навыбивать Мазеркор подставляется под фаербула Какая печаль Гэгэ пищит Вортикс Тем не менее, потому что Это был ол-ин у Стрэнджа Сникс У него он отсутствует на прач Красавчик Стрэндж Потащил Вортикса Ну что же, кто там следующий выйдет, я не знаю Сейчас будет пауза небольшая Сказал Вортикс И будем смотреть дальше Вортикс 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 Продолжение следует... 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 Занимать третий Нексус, когда ты видел только что рядом с тобой блинкающегося Сталкера. По-моему, ответ здесь очевиден. Нет, не стоит занимать третий Нексус. Но Стрэндж упорно хочет это сделать, по-моему. Хотя нет, гейты добавляются. Просто здесь на патруле стоят рабочие. Пытается Стрэндж задефить здесь это направление. Видит он Сталкеров, маны. Видит, что их реально много. И будет принимать бой прямо снизу. Вот сейчас минус мейн будет Стрэнджу. Что ж ты так делаешь-то, Стрэндж? Ну жесть, это ГГ. Это, скорее всего, победа маны. Я думаю, здесь уже ничего не сделать. Так, Стрэндж телепортируется на мейн. Мана блинкается вниз. Кривейшим образом он это делает, я вам скажу. Уверчаж нужно на нижний пилон срочно ставить. Пробок срывать. Уверчаж выставлен. И неужели, кстати, Стрэндж здесь отобьется? Таким образом, взилки на час же прыгают. Но гейты отключен уже пилон хоть сзади, хоть где-то. Восстановить сейчас нет. Все-таки здесь слишком много филдопы. Какая печаль. Какая печаль. Не доделался блинку Стрэнджа. Здесь гейты отключены. Там отключены. К сожалению, это минус Стрэндж. Есть артилы темпларов. Но архоны не успели. В итоге архоны не завозят здесь эту игру. Пробивает филды Стрэндж. Но еще новые филды от мана идут. Что-то он там загружается туда-сюда. Иммертву поджал подальше. Нексус падает. Полная печаль, ребята. Ну вот в чем минус, конечно, такого микса. В лоб развалит сталкеров. Зашел сейчас мана. То есть Стрэндж абсолютно неправильно позицию занял здесь. Причем можно зайти сталкерами даже вот с этого направления. То есть тупо на этой карте вот здесь лучше и не тусоваться. Разве что вот если бил отсюда мана заходит, нужно было бы вот сюда идти и здесь его встречать иммертвулами. Он бы не смог рампу заблочить бы тогда. А находиться здесь была ошибка. Просто блинк сюда, призмас вывозит в центре и все, гг. Так, Ронни 42 еще рубля присылает. Ну, выдаюсь. Ну, вы, блин, даете. У Стрэнджа причем вторая атака, что самое интересное делается. То есть он может еще какой-то улыновый выход попробовать сделать. Спускается вниз, но ему... Почему у Маркона прикол? В том, что филды он ломает, но когда он проходит дальше, можно новый филд поставить, что, собственно, мана и сделал сейчас. Ждем следующую игру. Бич-блинкер абсолютно, бич-блинкер абсолютный. Ну, это мана, это тут, как бы... Ну, это мана, это тут, как бы... Бич-блинкер. Ну, это тут, как бы... Продолжение следует... 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 У меня очень большие сомнения, что Минато Ману сможет одолеть. Хотя 5-1 Вердоса разгромил, конечно. Но Мана не Вердос, Мана не будет вперед бегать туда-сюда на 200. Мита Мата... Мана... Мата... Мана наоборот сам будет задавливать. Скорее всего, Минато... Так... Опа... Продолжается поддержка в стиле до 50. Лоячик, спасибо тебе за 43. Маньячина начал, вытеснили Маньячину. Смотрите, Маньячина мне уже 150 рэ почти принес. Своим странным... Поддержка... А, погодите, почему... Силы еще никто не берегленывал пока. Надо быть внимательным. Я даже и не вижу то, что происходит. Маньячина сходит. Привет, Страфарайс. Привет, Сэм. Во сколько завтра, Блай? Нисты про Лайфенг. Кап говорит, что сначала будет GSL завтра в 12.30. Ну, а Блай, соответственно, будет играть уже позже. Причем заедет немножечко, видимо, GSL на Лайфенг на этот кап. Но я надеюсь, что Блай игры мы успеем посмотреть. Ронни поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Спасибо тебе, Ронни. Поперло. Поперло просто. Что-то. Твайлайт. Куманы ставятся. Ранний достаточно твайлайт. Здесь у нас у Мината что? Мината муфлингом. Но Мината любит играть с тильми, лишними грейдами. Маслинги. Там вот как он вердоса убивал. Это все контрится вначале очень хорошо. С такими адептами. Особенно, ну, в Лотве. Помните, что задержка полторы минуты из топ-1 выбил. Никогда не поздно ворваться в топ-1. И здесь прокси гейты ставятся. Обратите внимание, Мината собирается бомбить уже оппонента своего. Я так понимаю, сколько здесь гейтов будет. Не знаю я на самом деле. Но я думаю, что это не последний. Ну, что-то пока мана ничего не делает, если честно. Питает сталкером сбить овера. На этой карте тяжело подсныкаться. И собьет мана овер. А нет, смотри, ушел овер. Ушел оверок. До варф адептов идет первый. Сейчас еще один варф пойдет. У Мината Беллинг Неста 20 лингов заказано сейчас. А никуда вперед. Лучше Беллинг Басит собрался ману. Похоже на то, что у Мината вообще сам Беллинг Басит собрался ману. Но передумываю. Сейчас адептов будут встречать. Беллинг Нест еще не готов. Адептов уже 7 штук вперед двигается. Они со скоростью атаки. Еще 4 адептика. Пошло и роба у маны ставится. Призма заказана сейчас. Адепты еще раз куда-то там врываются. Заходит к третьей хате мана сейчас. Минус дрон. Беллингов как не было, так и нет. И лингов маловато реально. Сейчас Мината забегает. Беллинги тупят. Куда же ты пошел? А, он понял, что телепортнуться уже. Удача с адептами. Ваячик поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Так, спасибо тебе. Ваячик Беллинг кривовато. Мягко говоря, как-то взрывается. Адепты ко второй телепортируются на третий. Тоже есть в наличии. Еще один с мэйна приходит. Здесь мана рабочих по фокусу. Минат вроде как отбивается. Но 34-48 парабам. Не прохлада ли это? Конечно, это прохлада полная. Здесь адепты уходят домой. Адепты еще раз телепортируются. Здесь призма с четырьмя сейчас летит вперед. Мана ставит третий Нексус, который, между прочим, Мината. Но только пилон он видит. Нексус пока не запалил. Но надо побежать сюда и убить его. Спасибо, Ваячик. Ну ты понял, Сив. К чему все идет? Так, Ниди Сикшон пока не буду отвлекаться. Бомбят адепты жестко все. Гидралиски тоже под ударом. По одному заходят. Конечно, адепты их разберут моментально практически. Минус еще один гидралис. Четырех ударов приблизительно адепты его разносят. Телепортируются на вторую базу. Начинают атаковать. Демеджины там где-то посреди других стоят. Поэтому Мана очень эффективно дерется здесь. В контроле моменты вот эти, что адепты прикрываются другими адептами. Здесь телепорт на раму. 15 дронов. Минус. Ну, посмотрите на экономику. 52-29. Да это полный вообще бред. Это гиганчик какой-то. И ресурсов нет. У Мана тысяча уже. Причем... Ну, блин, у Мана нету, правда. Так, пока затишье. Не надо. Вперед идет, надо. Вперед идет, надо. Так, спасибо, во ящик тебе. Адептки телепортируются. Продолжает Мана напрягать Минату. Мината всю игру, как не добывал третью, так и сейчас не добывает. Ну и здесь выход пошел. Затрепал адептами беднягу сейчас Мана. Минат еще. Идет добивать вообще. Так, адептки врываются. Три филда очень крутых со стороны Мана. Минат просачивается. ДГВ по эпичке. Здесь по мейну еще какие-то адепты ходили. Может ли Блай с первого места выйти завтра? Я думаю, что если Блай вообще выйдет из группы, это будет чудо, ведь это азиатский сервер. Абсолютно. Продолжаем. Именно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну пока не создает варди, видимо, что-то там рассуждает, разговаривает, так как нужно немножечко протянуть времени, ну и мы тоже ждем, собственно говоря, продолжения. Да я уже похоронил Глая, будем надеяться, что пройдет. Просто на азиатском сервере может не сработать. Продолжение следует... 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 кстати поздравляю вас всех имени себя в моей в группе в нашей сегодня тысячный подписчик появился это прикольно я думаю можно даже пару тройку премиумов личных сейчас кинуть в чат по приколу может кто-то присоединиться сейчас я куплю дологи поддержал ваш канал на сумму 100 рублей желаю хорошего вечера по миссан так ну все сейчас 3 время ума закупаю попозже вам кину да и худже спасибо тебе за 100 рублей спасибо всем за поддержку спасибо всем кто в группу ждем начало ждем начало привет милка шкукуйте там аккаунт авто миллионов может юра заморочится еще какой-нибудь вопрос придумает хотя нафиг вопрос а здесь тысячи человек здесь праздник соответственно поэтому кидаю так что значит реакции не хватит должно хватать 3-1 ведет мана касс против маны все кидаю по одному второй чуть позже кину пользователь лекудатор активировал премиум на ваш канал все кидаю по-другому Так, оп, тысяча два человека уже в группе. Вот, не знаю, кто был тысячным на самом деле, ребят. Надо было устроить, конечно, тысячному бы что-нибудь там запилить. Так, здесь барак факта у касса. СС-шечка струится не через рипера, а мана что делает? У маны два гейтетки, это какой-то блинк, что ли? Я не понимаю. Ну что, сейчас второй премиум кину. Можно об этом говорить, так как вы услышите об этом только не скоро. Второй пошел. Пользователь йо.с активировал премиум на ваш канал. Оп, джейс бодренько сейчас запиливает. Смотрите, у касса нет бункера. У маны здесь гейт дополнительный. Приходит мана двумя сталкерами, блочит просто. Сейчас гиллиона причем. И это жестенько было вообще. Выбивается гейток. Спасибо, Темиро, Темирович, что тысяча первый-то. Там уже и тысяча второй подъехал. Спасибо всем, ребят. Ну, в группе есть анонсы. Особо там больше ничего нет. Несколько фоток. Может, что-то еще туда запилить. Хлудик, а то пока там дает. Как же хлудик, а это там не основное. Сталкеры что-то тут бегают, маны. Сейчас касса их примет, всех этих сталкеров. Пилончик уже сверху добавляется. Есть один иммортал. Ой, мародер, простите. И так, пилон начинает бомбить сейчас циклончика. Ой, циклончика, гиллиончика. Гиллиончика принимает вообще сталкера. Здесь гейт есть, которую маны вообще не раскрыть. Можно с него варпить. И уже блин, между прочим, делается. Но это полный разгром, на самом деле. Это испиение какое-то вообще. Третий прям есть на готове. Не волнуйтесь, скоро впилю его. Подрезает мародера маны сейчас. Мимо минок заходит. Фокус мародера, фокус мариков, фокус всего. Касс вообще, как статист в этом, он как будто апсервером здесь играет. Вообще он просто даже, я не знаю, ноль сопротивления практически. Ну, билдом к маны и с исполнением, конечно, был очень четок, очень четок он был. Ну, а касс мане сейчас не ровень, конечно, к сожалению. Ну, что, третий попер. Через 50 минут только следующий план варпу. Пользователь Члиарский21 активировал премиум на ваш канал. Члиарский. Члиарский, вот. Милка, ты медленный. Надо, блин, открыть сразу там Ctrl-C, готовить Ctrl-V, там все дела. А может быть, а может быть, как-то есть рецепт какой-то там хитрый у тех, кто это делает, разных вкладочек, там все дела. Ну, я еще, может, завезу несколько премиумов чуть попозже, подождите. Так что, премиумы еще будут, не волнуйтесь. Тысяча пять уже участников, о, как бодренько. Не знаю, ноль сопротивления. Так. 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 Так, захожу на канал. Дабл-кликом, а не Ctrl-Sec, я не знаю, что такое дабл-кликом, это как-то дабл-кликом. Ну что, ребятки, сейчас мне что-нибудь ответят вообще здесь. Сейчас ответит что-нибудь в арде, давайте я еще сейчас несколько премиумов куплю. Так, закупил еще три премиума для вас, скоро вам закину их. Ну а пока ждем продолжения, следующий клануар будет уже в прямом эфире соответственно. Так. Так, ну что. Завожу четвертый премиум. Пользователь AzixArt активировал премиум на ваш канал. AzixArt на бодрячке, кто если хочет поразыгрывать. Пользователь Перед-Ноль заактивировал премиум на ваш канал. Спасибо, Передос. ОДЖС тоже совестно Гридсталла за то, что увел. Кидаем еще один премиум. Ладно, давайте сейчас еще один выкину, один оставлю. Сейчас ладера одну игру скатаю. Хотя на этом аккаунте, наверное, сильные игроки, мне кажется, идут. Оп, поперли. Пользователь рек.мелко активировал премиум на ваш канал. Ну, ни хрена себе, натренился, натренился. Ну, молодец. Ну, все, один тогда пока. Пусть повисит. А я катну. Хотя нет, давайте лучше сразу на втором акке сыграю. Здесь меня сейчас разорвут на этом. Так, я тебе сейчас дам другим стримерам. Сейчас Миша напишу, снимем с тебя премиум. Пойдешь к другим стримерам тогда. Так. Поехали. 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 Hold Templar. У меня еще один лежит, но я купил 6, я, наверное, еще плюс один куплю. 7 сегодня разошлю, как счастливое число по поводу того, что тысячу человек группа моя перевалила ВКонтакте. Я особо ее, конечно, не пиарю, но всем спасибо за то, что туда добавляетесь. Надеюсь, она полезна для кого-то, оказывается. А не бесполезна, просто как циферки. То есть там мои воды, мои анонсы присутствуют. Спасибо тебе, сиф. Приходи еще. Всегда всем рады. Чуть не проверил я, есть там у него газ или нет. Надо бы съездить на мейн сейчас к нему. Все-таки по итогу-то. На наши зомби напали. До свершится правосудие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, не туда он лингами побежал, поэтому увозим сейчас адепта. Я здесь, среди теней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нас ждет славный бой! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Слава Далаамам! Я... Пустота... Я... Что? Сионы! Перворождённые выстоят! Наши мысли... Улучшение завершено! Слава Далаамам! Да... Надо тут в бою! Никому не... Надо же... Да... Перворождённые выстоят! Так, здесь у нас, кажется, Беллинг дропа будет в перспективе происходить. Улучшение завершено! Слава Далаамам! Слава Далаамам! Попробуйте! Враг познает нашу ярость. Продолжение следует... 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 ГГшечка. Ну че, тут все пока играют, я смотрю. Справился с атакой. Ну и по этому поводу еще один очередной премчик надо запилить по ходу дела, да, вам? Пользователь 7 и 115 активировал премиум на ваш канал. Спасибо 7 и 115. Уп, 1011 уже человек у меня тут в группе смотрю. Так, один кастом. Да не, еще я чувствую надо ладо рак сыграть одну игру. Спасибо всем за премиумы. В храм в Альдах Космик Дас Дуэлон попадается. ЯХЗ, кто это такой? Уже раздали 7 премиумов. Я 6 и GS, который один подрезал, тоже решил один прикупить все-таки в итоге, чтобы никому не обламывать. Ну, я думаю, может покой еще один раз дам. Отдам. Вы поняли, как ловить ключи, ну рассказывайте мне. а то вдруг где-нибудь у кого-нибудь буду сидеть на чужом канале буду ловить ключи и на своем активировать чисто шляпа пейса не с поздней но с разведкой сыграю я пожалуй сейчас этот парень здесь запилит пилон я играю ладер юристик просто задержка двенадцать секунд помните об этом так что сны вернуть меня очень тяжело я неуловимый джо на наши зонды напали на наши зонды напали че попался который кусался одного выловил поедите я здесь среди теней а 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 и а а а а Так, отменяем пока что. Как это происходит, говноед какой-то пробегает ко мне лингами на халяву просто и начинает, блин, грызть моих рабочих. Что за... Я вижу нити. Перворождённые выстоят. Нам отведено, мать. Дай мне знак. Крак уже там наставил. Да. Призматическое ядро активировано. Полное... Начнём же. Я. Так, я могу получить её. База атакована. Понимаю. Полное... Полное... Полное. 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 Усилие. Насы жду. Насы жду. Жизнь высаооим. Я направляю. Девушки отдыхают. 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 Снаглик ставит Третью, сейчас мум, интересно, уставит-то её вообще Без мума даже, ёма Ну, это наглость, конечно, знатная Снаглик ставит Продолжение следует... 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 Я ору... Я серый. Я волк парадар. Анда-кур. Призматическое ядро активировано. Все такие тупые мухи, а? Я не понимаю, это во втором старике они такие тупые или почему они такие тупые? Так, ядрой под грелки решил, блядь. Ни хуже аннули. Ни хуже аннули. Назвы... Я. Призматическое ядро активировано. ... ... ... ... Продолжение следует... 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 Так, сейчас, ладно, уже сейчас АК менять не буду, поменяю в следующий раз. Так, все, меняю аккаунт, по паролю чуть не промазал. Сейчас Йога поймет, что это я его развалил по игре. Между прочим, тот, кто играет в клан Вар сейчас, Йога, я его только что развалил. Ну, посмотрим, как он сыграет с этим Зергом здесь и сейчас. Так, какие билды за просто в первую очередь выучить? Ну, в первую очередь нужно, понимаешь, как бы за все расы нужно учить в первую очередь не билды, а самое начало, как бы, то есть, чтобы элементарно первые три хотя бы минуты для лотва у тебя рабочие не простаивали, не было бы разрывов в продакшене рабочих. Вот, то есть, посмотри просто любую репку, где нормальные игроки играют, и сравни свою просто после каждой игры, пересматривай. Здесь увидеть, что, ну, смотря какого-ка уровня, но в основном у всех там-там рабочий не строился секунды, здесь тут завтыкал, законтролился, как бы. Вот так вот. И в первую очередь, ну, и проседание в итоге выходит. Ну, вот. Удачи 7 и 115. Вот. Ну, видимо, есть Йога в составе Миллениума, не знаю, короче, что там как. Короче, и нужно учить такие билды, которые не разрывают твой контроль на, там, на мультитаск на две части, а для начала хотя бы экономический контроль, чтобы был, чтобы ты развиваться мог идеально, а потом уже, как бы, начинать подтягивать и мультитаск. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Ну, все, начинается рув против Миллениум. Ну, он, да, он в роли стримера, как бы, но он играет, он ГМЛ, в принципе, как бы, и я думаю, что может победить кого-то там. Здесь пул первая, здесь тоже пул первая безгазовая. Как-то доверие у меня в ЗВЗ в Лотве что-то вот безгазовые опенинги с пулами не очень вызывают. Почему? Потому что, если оппонент будет делать газовый байлинг-бас, мне кажется, это тяжко. Ну, тут, конечно, надо у экспертов спрашивать. Ну, вот, против сверхагрессивных стилей типа была, мне кажется, это, ну, тяжковато, напряженно. Линги спускаются вниз. Здесь тоже побежали пару штучек. Линги спускаются вниз. Так, ну что, Линги Соло здесь. Соло, я так понимаю, американский игрок. А, нет, Соло это норвежец, Соло. То есть он врут в американской команде, если, видимо, будет. Хотя, я не знаю, наверное, будут на Европе играть все. Почему? Потому что с американскими играми, ну, с американской командой на Америке и на Врэпе будут играть, правильно? Как бы, Лига-то все-таки европейская. Ладно, корейц там более сервер был бы нейтральный бы, да тогда. Ладно, так же. Продолжение следует... Так, здесь у нас поехали всё в газ добываться. Линги забегают на хайграунд. Королева их принимает сейчас. Две штучки. Парабам в итоге Йога чуточку впереди, но на 10 лимитров впереди Соло. Но очень важный момент, это какой-то ручпрессинг, видимо, будет. Я не знаю, что это ещё может быть. Здесь-то уже делается спайр, и здесь-то уже лейр есть. Так, отгоняет овера сейчас королевами у нас товарищ Соло. Здесь третий хат. Там пять муталесков уже строятся. Кстати, даже пять особо нечем тут принимать. Три королевы, хотя нет, ну три королевы есть, но что такое три королевы? Плёшко перекапывать. Третий уже тут у Йога. И муталески первые полетели. Готовы первые четыре. Сейчас ещё один вылетит. Там нужно спорки, конечно же, ставить сейчас Соло. Он ничего пока не ставит. Какой-то ручи реводжеры попёрли. Кое-нибудь попёрли там. Реводжеров фокусить и всё. Чё, понимаешь, чё париться? Муталески всё новое и новое выходят. Сейчас всё это падать по нему начнёт. Но реводжеров надо бить. Да что ж ты делаешь? Фокусишь ты реводжеров. Отменяет третью. Приходит Курсова сейчас на Иди. Плётка падает. Муталески как-то криво законтраливаются сейчас. Будет ли вырыв под вторую базу? Да, будет. Но сверху он плётку уже бомбит. Посмотрите, как хорошо. Здесь плётка на выходе сейчас. Трансьюзица королевами принимает. Здесь Йога неплохо. Оппонент свой нужно гнать ручей. Нужно муталесками не через атаку лететь, а лететь постоянно над ними и законтраливать. Да, вот так. Чтобы всё падало. Нахрен. Ещё чтобы не уходило отсюда. Надо наказывать за такую использовать муту. Йога использует. Ну как так-то я пока использовал её. Здесь королева есть. Спорки на третьей базе присутствуют. Мимо королев пролетает на мэн. Здесь эволюшн у нас. А зачем здесь эволюшн? Не знаю. Но рабочий, который его строил, сразу же уничтожен. Трансьюзица королева сейчас. Не надо так ломиться. Всё-таки одно забирает. И здесь дроны как-то под ударом оказываются нелепо. По споркам и драться ни в коем случае нельзя. Сейчас Йога. Но он минимум пока одного муталиска всё лишь потерял. Здесь можно газбалов подхарасить. Но он предпочитает улететь. Сейчас тут 3.92. Третью восстанавливает хатку. Плётки можно вот сюда. И вот эту можно с хайграунда перекопать. В принципе. Четвёртую паузу по вопросу. Не знаю, что случилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Королева падает раз. Почти вторая упала. Ну, тут дроны есть, которых можно поподрезать. Неплохо. Йога врывается в очередной раз. И свитч уже в ручку. Пошёл 121-104. По лимитам же победить. На майнинг инфестейшн ставится. Ну, спорку нет смысла. Убивать можно дронов. Подрезать ещё немножко. Что Йога и делает. Королева пытается фокуснуть. Не фокуснул. Ну, дронов ещё парочку фокуснул. Что тоже неплохо. Так, против королев принимает бой. Королевы все трансфюзицы. Нужно вообще драться вот так вот муталисками с королевами в данном случае? Я считаю, что ещё большие сомнения это вызывают, что нужно именно так вот драться сейчас. Не надо королев-то упускать. Королев не выпускает. Здесь муталисками контроль пошёл. Очень чёткий. Развёл ещё парочку королев. И ручи. Масс ручи. 149-151 на 124 идут вперёд. Кажется, Йога сейчас 1-0 поведёт вообще. Забегает на ХГ. Причём у Йога есть плюс один. У оппонента его нет у Грайда вообще никакого. Ручи принимает бой. Ручи разваливают. Линги здесь практически бесполезны. Мутка всё ещё на мэне, кстати. На халде стоит, что самое интересное. Ничем не отбиваемое. И его просто нечем отбить сейчас. Это 1-0. Да, пользу у Йога в пользу Миллениум получается. Йога соло пишет. Йога чётко сыграл прям. Молодец. Йога на холшу. Продолжение следует... 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 еще заказано. Начинает выбивать овер. Раз овер падает, два овер падают. Третьего нагловато, конечно, убивать. Здесь уже принимает бой оранжевый игрок. Но овер все равно уничтожен, и йога нужно просто улетать отсюда. Сколько муталисков? 15-16. Кстати, в пользу йогу он еще как-то перемасил сейчас, умудрился. Что самое интересное. Залетает на мейн, и минус муталь сразу. Еще один скорее тоже погибнет. Что-то он слишком демиджный. Здесь какой-то сплит пошел. Сейчас на развороте просто четырех муталисков можно было взять да забрать бы. Так, принимает йога-бой. Вообще он боится муталисков не меньше, чем у оппонента. 14-16. Здесь все демиджное. Ну, вот непонимание ситуации сейчас приводит к такому раскладу. Пытается поймать, но не лезет почему-то странно. Там плюс один сразу пошло, у йога нет. На халяву йога муталиска поймал, еще второго не стал ловить. Ну, забеспокоился, что в тылу был, что вернулся мутка и развалит его. Ну, может быть, был он и прав, в своем беспокойстве, конечно. Еще одного очередного овера подрезает. И опять же сопло-блок. Забегание лингов пошло. У йога больше лимита. Мутка неплохо. Бой вроде как принимает. По муталискам йога в плюсе. Разваливает бой, выигрывает. Здесь королева подбревается. Надо спорку убить здесь просто на третьей базе, и все будет окей. И мутка начинает шатать уже. Так, Роучи Линги отходит. Принимает йога здесь, бибой. Нужно подшатать спорку еще раз. Он понимает этот момент прекрасно. Но спорку не зашатать. Так, просто там трансфюзы идут, и все там ништяк. У желтого, оранжевого, точнее, зерга. Здесь еще раз залпы по мутке. Какая же супер демеджина она сюда вылетает. Смотрите, пять муталисков. Как им сильно повезло сейчас. Просто жесть. Падает спорк. Падает газ, точнее. Спорк пока не падает. Королева подставляется. Мутка йога все подлетает и подлетает сюда. Смотрю, что йога-то такой бодренький, да? Как я его вообще развалил там. Че, просто на аклик и взял, да, развалил. Не, шучу, просто жестиком надо быть. Скилл, как говорится, не пробьешь никуда. Он не денется вообще. Главное, хоть что-то мочь. Йога-то, вторую шатает муталиски по очереди, вылетает, отдаются. Где вообще? Почему мутку не... А, он уже в контратаку полетел своими муталисками. Вот дает. Полетел в контратаку, товарищ Джизус. Муталисков 13.26. Да просто выбей спорку. Выбей ему четвертую уже, наконец-то, эту базу чертову. И дожми его. Спорка падает. Моментально муталиск падает. Здесь мутка разваливает. Продолжать. Еще одна спорка падает. Куда-то выходит. Нелепо очень, соответственно, Джизус. Здесь Йога еще лингами разваливает. Отрывается на вторую. Лингов принять нечем. Он здесь мутка мутку унижает. Просто линги вырываются. Рабочие под ударом. В итоге дронов уже становится меньше даже, чем у Йога. И Йога дожимает. Здесь мутка отдается. Просто на ровном месте, фактически. Здесь нужно спорки минусовать. Оверок очень много халявных депетиций. Аплайблок даже можно сделать. Но Йога предпочитает ворваться на мейн. Королева падает. Сочиняет контролить. Нафига так контролить? Выбит из порта. Еще она стреляет. Тысячи муталисков. Миллионы. И просто здесь летают. ГГВП пишет. Джизус. Это 2.0. То есть Йога сейчас. Стример Йога просто возьмет и развалит весь рут к чертям собачьим. Так. Ну что, премиум. Ладно. Синхронизирую с концом игры. Что? Так было. Ну что, премиум. Келажур пришел. Ну, келажурчик бразилец пришел сейчас биться. Этот-то уж, наверное, должен Йога развалить. Хотя, не факт, конечно. Продолжение следует. Так, налетай. Пользователь усмели активировал премиум на ваш канал. Видишь? Терпение и труд все перетрут, блин. Все-таки сидел-сидел и все-таки выцепил премиум. Ну, молодец. Последний зашел. Спасибо всем, ребят. Может быть, кто-нибудь когда-нибудь еще поможет, подраздает в будущем. Так что, вот так. Ну, сегодня уже 7 я раздал. И плюс 1 от JS, который 1 из 7 подрезал. Продолжение следует... 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 Так, ребят, секундочку, 2.0 йога ведет. Так, звук не пропал, отвлекся просто на секунду. Ну, здесь социальщика сверху рипер, здесь у нас с мейна опенинг, ну, тиран всё увидел и начинает, ну, ушёл, в общем-то, собственно говоря. Третью йогу собирается хату запилить уже. Пошла третья, да. Третья, да. Таак. Таак. Ну что, риперка вроде отогнал йога сейчас. С СС здесь морфится. Строют самарики с реактором. На факте лаба Старпурс будет танк заказан. Таэсэн готов. Таэсэн готов. Так, прогрызаются камешки здесь, наконец-таки. Заказан куготь. Лэйром пока и не пахнет, и вот это проблемка. Привет, бастард. Не будем говорить о тех левых темах. Тимпак, я ответ думаю, очевиден. Вот. Не любят, значит, есть за что. Скант шёл минус криптумор, но камни падают и отгоняет. Медивак сейчас йога. И ставит уже четвёртую хату. Не обнаглел ли он? Здесь танчик вылетел вперёд. Скоро начнёт тимпак делаться. Здесь реактор дополнительный ставится. И ещё два барака заказывается. Всё достаточно чётко пока делает келлажур. Марики вот сразу же сбивают. Здесь марики разгружаются. И танчик сюда прилетает. Пока контроль у келлажура хороший. Марики плюс танк приходят. Залпы по королевам идут. Их четыре штуки. И линги успевают подтянуться сейчас сюда. Еле-еле улетают. Марики как-то сверх наглые. Это сейчас всё делал келлажур. Но успел улететь. Повезло чертяге. Здесь криптумор и йога восстанавливают. Как быстро крипт сейчас спадает. Блин. Ну сейчас эти два криптумора зароются. Опять крипт начнёт распространяться понемножечку вперёд. Здесь четвёртая база обнаружена в итоге. Но выбить пока не получается её. Ну надо больше крипа, чтобы до четвёртой доставал. Лингов уже... Так, 22 строилось. Псятых в общей сложности 30. То есть было где-то примерно сейчас. Бэллингбаст, что ли, собирается делать йога? Похоже на бэллингбаст какой-то сверх наглый, сверх близкий или нет? Бегает зад-вперёд что-то... Нет, вроде не собирается бэллингбастить. Ну что, келлажурчик здесь с лингами бою принимает. Но стим ещё не готов. Но Марик что-то и без тимпа как-то достаточно эффективно здесь дерутся. Я вам скажу. Передроп на ХГ за четвёртую базу Мариков идёт. Они уже на стимпаке. И можно сейчас вкалывать. Ну линги рядом. Слишком близко оказываются. Передроп вниз пошёл. Келлажур разводит. Пока очень-очень круто. Причём вот здесь вот можно со стимом уже бой принимать, как мне кажется. Линги сейчас начнут рываться. Можно встать таким образом, чтобы всё было нормально. Но вот невнимательность келлажура приводит к тому, что бэллинг один докатился и всё. Уничтожено в итоге. Оказывается шпиль мув бэллингом. После когти делается армор. Второго эволюши нет. Можно было бы в 2-2 заказать йога. Вообще у йогу больше лимита. Что-то йога-то посмотрите разбушевался вообще. Его даёт. И на третьей базе просто марики уничтожены. В бункере вообще никого не сидит. Ни одного марика в бункере не сидит. Падает почти вся экономика здесь у келлажура. В это время тут линги что-то бьются. Семь муталисков первых заказано. Келлажура 1-1 доделывается. Ну что ж, неплохо. У зерга, по-моему, всё замечательно в этой игре. Четвёртая база есть. Она сейчас начнёт добываться уже. Так, бэллинги на мою. Сейчас залп пуллингом пошёл. Отводит, подводит йога здесь всё. Ещё бэллинги пилятся. Муталиски где-нибудь. В110-117 по лимиту. Но нет. Лимиты хоть сейчас что-то в пользу тирана становятся. Серьёзно очень. Так, здесь несколько. Так, бэллинга линги забегают. Залп пошёл по лингам. Очень жёсткий залп проходит сейчас. Бэллинги разворачиваются. Катятся на третью базу. Так, да нафиг эти марики тебе закатись. А, ну хотя здесь бэллингами особо нечего было убивать, насколько я вижу. В итоге йога здесь наотдавался. Экономика не лучшая. Сейчас 55 рабочих. Ну вот надо было атаку лучше проводить. Я только что, а шансы были бы больше. Коготь второй заказан. Ну не хватает, что-то не хватает видимо в макро. Четвёртую раскачать бы, чтобы весь газы и полностью она бы раскачана была. Чтобы не 55 там, а просто 70 плюс 15 ещё рабочих было. Было бы вообще круто. Это можно было бы сделать вот до атаки, а не после конечно. что нужно было сделать. Так, опять задрог на четвёртую идёт. В это время выгоняет киложур йога от себя из дома. 148 на 122. В итоге лимит в пользу тирана. Это очень замечательно. Четвёртая база вообще под ударом. А, нет, это личинка под ударом. Стимпачится ещё раз йога. Ой, глажу в йогу стимпачится. Чуть йога стимпачился без чем-нибудь. Выбит медивак, но в муталиске под мариками оказывается едва муталиска ещё на халяву йога потерял. Шкелажур через три часа сейчас заходит и минусует просто-напросто вторую базу йога. Есть здесь либераторы, они очень неплохо стреляют сейчас, наносят эмош неплохой. Но нужно улетать, иначе всё будет потеряно. Либераторы выбиваются муталисками сейчас, прикрывая откупление медиваков с мариками. Нет, всё-таки киложур не поплыл, а йога в итоге поплыл. Ну, это, наверное, один из самых слабых вообще игроков у millennium. То есть просто игрок-стример как бы, игрок-тренер-стример, и 2-0 и так сделал неплохо. Осталось втроём, говорит, развалить после йога просто и всё. Сплит архиллажура. Ну, сплит может не самый лучший, но его достаточно, чтобы давить дальше. По лимиту преимущество колоссальное, там его дома накопилось очень много. А вот сейчас уже сплит хорошо был сделан, очень грамотно позиция занята мариками. Сейчас полукругом минимизировалось. Во-первых, сплэш мародёры танковали. Во-вторых, фронт был таков, что ДПС наносили марики максимальный. Все в бою участвовали фактически. Вот прирост отхиллажура подходит 180-111. Идёт, дожимать филару сейчас. Очередной стимпак. Закатываются марики, есть танчик. Что-то тут бегает туда-сюда, типа сплит, но тут и сплит-то особо не нужен здесь. А клик нужен был. Очень неплохой и всё нормально в итоге. Шоутаймы я вижу. Ну, шоутайм явно не за рут играет. Шоутайм в Team Liquid сейчас что ли? Ой, в этом... А, Millenium, да, Millenium мешает шоутайм. В этом году мы делаем шоутайм. Выжайм в Тиан. В этом году мы делаем шоутайм. Идём на лад. Идём в Тиан. Продолжение следует... 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 не пустится адепт опять же. Ну и старгейт строится. Адептик вперед. Второй заказан. 26-21 фурабам пока что. Привожу РЦЦ на лоу-граунде. Три марика есть. Минка делает старпорт. Реактор на бараке есть, но пока не работает. Реактор надо медивак заказывать, я так понимаю. А, либератор вообще заказан. Первым либератор почему-то заказан. Здесь в бараке ничего пока не делается. Ну что, ставит сурово. Феникс в Старпорте оракул не делает. А, то есть это сразу анти-либератор билд получается. Вообще халява тут от шоу-тайма. Три-четыре-двадцать пять парабам. Пока вот тут все идеально. И либераторов контрит идеально, и... И не только. Разменулся буквально с либератором сети этот туда. Феникс к нему, наоборот, залетает. Тут есть куда оверчаж, в принципе, выставить. Поэтому все в порядке, наверное, будет. Я так думаю, прилетает Феникс, видит шоу-тайм, что происходит здесь. Либератор ворвался. Уверчаж выставляется. Либератор раскладывается. Нужно принимать его сейчас. Ну, уверчаж убил даже Фениксов. Не потребовалось, чтобы разобраться с ним. Сорок один двадцать восемь парабам. Куда вообще? Как это происходит-то? Шоу-тайм что-то просто перемакрил вообще напрочь оппонента своего. Здесь шестнадцатый на второй пробок. Остановил пока продакшн. Они, смотрите, строят сразу еще. Пока второго газа нет, когда третий Никс будет запиливаться. Вот и третий пошел, соответственно. Здесь у нас Фениксы прилетели, подшатали. И минки, пока Фениксы не на базе, полетят сюда, к шоу-тайму. Причем минки могут хорошо здесь зайти. Адепты в минеральную линию возвращаются очень вовремя. Шоу-тайм он сейчас или даже за минеральную линию залетает. Так, уводятся адепты, уводятся... Пять пробок погибло. Это не слабо, на самом деле. Вот эта минка три убила. Если бы сплетанул получше, чтобы три всего погибло, было бы вообще кэши идеально. Фениксы летят перехватывать медивак. Здесь адепты стоят на второй базе. У меня такое ощущение, что апсервер не успеет вернуться. Семь секунд остается. Шоу-тайм понимаешь, здесь на грани удара нового минок сейчас он находится. Первая минка падает, вторая падает. А одна успела стрелять, но она убила только адепта, по-моему. Может быть пробочку еще. Медивак чудом улетел и шоу-тайм недоконтролил здесь. Вот пустил медивак. Но самое главное, что преимущество сохраняется. 50-39 парабам, третий никс уже готов. И адептам скорость атаки делается. То есть все будет нормально, по идее. У шоу-тайма. Так, залп минка делает. Преграды сейчас в современном лоте. То есть, что воздух, хрен пойми, как летает. Но это надо знать. Надо тренироваться, просто знать, где какие есть преграды. Чтоб не косячить. У меня сегодня там грилки подставились. Здесь был момент под удар. Еще пилончика два пошло. 88-79 по рабочим. Продолжают пениться летать. Что-то дорезают КСМ-ку, которая строила Туриль. Туриль не достроилась. Ну и выход на третий идет от киважура. Выход поздний. Они по лимиту отставания на четверть по рабам отстают. Какие здесь перспективы? Ну, нужно четко на третий стоять. Контролить очень четко. Добавлять минки, видимо, либераторов, миксы. Не пропустить какую-то атаку. Причем для стимпака еще 50 секунд. И сейчас шоу-тайм пойдет вперед. Прямо сейчас он вообще может убить, по-моему. Киважура просто. Адептис плюс один. Вот щиты доделали сейчас. И выход пошел. Посмотрите, шоу-тайм. Прекрасно видеть, что здесь происходит. Минка всего лишь одна. Надо адепта спустить вперед. Минка копается. Все, адепты вырываются сейчас. Минку нужно поднимать. Что и делает шоу-тайм? Телепорты адептов. Просто марики. Марики избиения происходят. Этих марики. 32-96 по лимиту. Контр-дроп никаких не наблюдать. Причем шоу-тайм. Самое интересное. Без каких-то фотонок играет. Без чего-либо такого. Призма есть. Доварк еще адептов. Либератор. Разложено сейчас. Тут можно пробить либераторов. Мне кажется, просто доварком. Сталкеров еще до фениксами просто. И все будет окей. Так, адепты заходят прямо туда. Но не собирается шоу-тайм вырываться. У сталкера до варплю. Сейчас блинк будет 151-115 по лимиту. А вот сейчас уже можно и ворваться. Я так понимаю. Есть и гвардианш. Правда, либераторы Сентреи не любят. Они моментально его отпугутать, наверное. А чего шоу-тайм боится? Я еще не понимаю. А, он блинка ждет. 2-30 секунд до блинка. Сейчас еще один варп пойдет с этих сталкеров. Ну, дождался, потерял Сентрею. А не адептов даже шоу-тайм варплю. Ну, адептов только адептов. Врываются сейчас адепты в очередной раз. Минки поднимают феникса. Заходит шоу-тайм, принимает бой. Сталкеры с минками дерутся. Нужно либераторов убивать. Четыре штуки. Шоу-тайм как-то невыгодно дерется. Бункер вычинивается. Вынужден наступить. Как бич подрался сейчас реально. Вот тебе и шоу-тайм нахвалил чемпион ВЦС. Просто пришел, отдался на четырех либераторах и все. Как они там расстреляли? Как они расстреляли? Это же просто что-то. И шоу-тайм домой побежал. Ну, молодец. Грэйды не делаются. Ничего не делается в итоге. Сейчас на третью тиран выйдет и развалит еще. Давайте. Ну, блинкам надо было... Если уж ждал, чего и нужно было ждать так блинков. Все. Адепты сюда ворвались. Отсюда сталкеров. Причем последний вор должен был быть именно сталкеров. Адептов было достаточно. Блинкнулся бы сюда. Их было бы штук, наверное, 12 бы сталкеров этих. Блинкнулся бы просто в либераторов и унизил бы их там. И все. Это было бы без либераторов. Тиран там просто не мог бы держаться нисколько. Адепты на второй врываются. Келажур вообще такое ощущение. Контроль у меня складывается. Адепты развалились. 16 уже КСМ. 33.66 казалось. Келажур просто на месте стоя. Либераторы привезли ему шанс, но нет. Келажур решил, что нафиг. Уходит Шоутайм из Ранжаскана. Что там видел Келажур? Одного Адепта видел. Больше ничего не видел. Четвертый Никсу Шоутайм. Кациент ставит 166, 126 по лимиту. Призма в очередной раз на мейн врывается. Да, но здесь юниты есть. Я не знаю, что Шоутайм тянет. По-моему, тут можно убивать просто. Идти. Опять 180 на 130 по лимиту. Призма видит Сиран. Призме не дает ничего сделать. С мейна можно перевести в робоку. Смотрите, здесь уже все добыто. Меня задолбало это на мышке. Что клик-то не работает? Я не понимаю. Просто бесит меня вот этот. Раньше у трехсоток не было, а у G100 тоже. Как у Razer, помню. Просто не работает клик. Просто левый и все. Что-то надо поменять. Может, у меня дома там другая есть? Жены. Так, подлинг подлибераторов пошел. Еще Шоутайм забоялся. А, ну сталкеры танковали. Здесь, конечно, не захотел он таким образом драться. Пошли новенькие филды. Адепты врываются. Сталкеры там под либераторами бьются. Нужно заблинкиваться. Пытаться фокусить. Где фокус либераторов? Я просто не могу понять, почему нельзя просто прокликать либераторов сталкерами. 144, 112 можно вот просто на ХГ ворваться сейчас через этот проход. Ну, Шоутайм бегает, зад-вперед пустит. Адептов замечу, что здесь ничего нет. Но вот как-то, я не знаю, строится шоу-тайм вообще круто, но вот такие моменты, вот в чем корейцев крутость, они вот таких моментов не упускают лучшие корейцы. Они проверяют постоянно, пользуются юнитами по кдщике, скиллам, запустил сюда, посмотрел, все убил бы давным-давно уже бы. 3-2 агрейды делаются, там 2-1 на 2-1 в данный момент. Так, здесь дарки встречают какой-то выход небольшенький такой. Либераторы сейчас залетают, и 4 адепта в них туда телепортируются. Дарки были уничтожены, насколько я понимаю. Врывается сейчас и лазур, шоу-тайм теряет, мазеркор просто нелепрящим образом сейчас. В центре я говорил, что либераторы не любят, вот все штормовики, центре, всякие инфестры, у них приоритет фокуса. Что-что, как бы, ладно, либератор больно бьет, это от пол беды. Но то, что он фокусит реально ценных юников по приоритету, мне кажется, это просто дебилизм. Пусть хотя бы сделают, чтобы можно было им райт-двигать, как по кому стрелять, пусть в ручную хоть тираны стреляют. Это шкалява, ё-моё. Есть одна центре, он не сталкер будет убивать, он центрею собака убивает, блин. Здесь новый нексус готов, продолжает шоу-тайм. Че, лимит уже почти рано, и что происходит-то вообще? Сейчас 3-2, но здесь 2-1, кстати, Келлажур прыгал, больше вообще не делал. Дарков много есть, все это вперед двигается. Еще Дарков варк пошел, чейн. Два адепта, Дарк. Можно пару арконов было бы сейчас сделать. Келлажур испугался, перестильфачился, но он не на своем сервере играет, может быть, поэтому. Туретку вот второй есть. Так, Дарк варвал, 4 ксм, а минус кул. Можно было вообще на мейн пробежать, туретку там, вкуснуть. Восстанавливается нексус, шоу-тайм, вот где пока добывается. Не, ну в плане вот экономики, у шоу-тайма просто все чудесно. В плане того, что он не может реализовать эту экономику уже сколько времени. Кэша фейл. В этом плане миграционерка же побольше нравится. Ну, в этом плане почетче все происходит. Ну что, под блинг от либераторов сталкерами сейчас идет. Есть архуны, либераторов, все, две штуки остаются. Вот, наконец-то, шоу-тайм. Додумался, что можно просто взять и именно сталкерами атаковать не через Аклик по земле, а либераторов. ГГВП пишет. Келлажур, наконец-то это мучение закончилось. Тирана. И мы ждем последнюю фактически игру. 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 Так, оп, гидро подъехал, смотрите-ка, сейчас будет постепенно становится реально интересно, сейчас будет гидро против шоу-тайма битва. Продолжение следует... Так, заходим в игру. Да надо разобрать просто, блин. Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так... Продолжение следует... 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 Так, ну что, Гидра у нас бил. Какой у нас был у Гидра? 17-я хата ГАЗ Пул и, соответственно, 3-я хата до готовности пула этого же у нас запилена. Здесь у нас бустится Адептик первый. Гейт, ГАЗ, Нексус, Кибернетка, соответственно. Ну, у Гидры хорошо всё по билду, собственно говоря. Дальше? Дальше что будут делать игроки? Очень важно будет. Если Гидра развалит Шоутайма, я думаю, мы ещё парочку крутых матчей увидим. И с Миллениуми такие игроки, как Малинворд есть. Кто там ещё дальше, Миллениуми, вроде. Так, Адептик тут по лингу стреляет. Несколько лингов мимо сейчас проходит. Оп. Минус Адепт. Нет, неплохо Шоутайм настрелял. Хочет проверить 3-ю хату. Да, заходит и видит 3-ю хату. Телепортируется назад. И уже практически домой пришёл. Здесь мук скоро будет готов. Зелок рубит камни, но не так уж быстро он камни рубит, тем более овервид. Зелка в полутьме, как он пыжится, пытается просто камни подрубить. Вот вместе с Адептом сейчас Адепта Иллюзия заходит. Вижена интересно. Я опять занимаюсь этой хренью. Приближательной хренотнёй заниматься начал. Так, 20 хп у камней. Адепт отходит дома встречать лингов. Ну, тут товар пойдёт. Всё отлично. Линги уничтожены. Все линги уничтожены. 3 хп осталось у камней. Адепт пошёл. Куда он пошёл? Зачем он туда пошёл? Куда Адепт? Возвращайся, братишка, домой. Изи Локс срезал камни сейчас, так что линги не смогли ворваться. В итоге Адепты вне камней остаются. Здесь Оракул прилетает, но спорка на мэне есть уже, как вы можете заметить. Три дрона убил, но чуть Оракула не потерял. 30 хп всего осталось. Это печаль. Так, привет всем. Ставки навряд ли на этот клан вор есть. Потому что, я думаю, не будут ставочные организации рисковать и без призового на такие вещи как бы пилить ставки. Где-то кто-то что-то рубит. А, Зилок на четвёртую базу камни рубит. Я и думаю, где-то Зилок там трудится, опять что-то рубит. Ну и такое ему звание шахтёра дадутся. Камнеруба. Гражданский, короче, Зилок получился такой. Здесь смог Гидра сбить Оракул. Сейчас да не стрельнул. Феникс бомбит сейчас Овера, который у Версира Морфидс успеет даморфиться. Конечно же погибнет, но то, что хочет Гидра увидит в итоге. И здесь Блинк плюс один на мейне заказан. Далековато. Фениксом был. Ну вот кривой контроль. Не здесь контролят, соответственно, Шоу Тайм сейчас. Феникс, собственно говоря, и не может сбить быстро Оверсира. Сейчас он спалит всё в итоге. Надо залететь, чтобы он постоянно стрелял над Оверсира. Вайлайт заметил Гидра, но не заметил всех гейтов. Я так думаю. Так, нужно Оракулом дэмэдж рубить было. Сейчас тоже пару лингов пожечь. Почему бы и нет? Зилок уже камни прорубил почти. Пробивается сейчас 9 часов. Шоу Тайм почему-то этого не видит. Не понимаю, почему. А вот, заметил, что камни желтеют здесь на глазах. Сейчас, блин, плюс один доделается. У Гидра тут 5 Оверов. Может, всё-таки дропчики намечаются. Я смотрю, у Гидра прям с Гидрой, я так понимаю. Золото одновременно занимает. Здесь пролетает Феникс. Видит прекрасно. Кстати, Шоу Тайм спалил всё Оверы, то, что с дропами спалил. И что это будет? Предрептилоид начал стримить в 8, поэтому уже к концу, практически, стрим подходит. Если Шоу Тайм сейчас выигрывает, то это будет последняя игра. И посмотрите, что Гидра творит. Он делает дроп. Давно дропчики не видели. Дропчики хотите? Увидеть ли вы? Не хотите? Нет, не хотите. Гидра запалил Шоу Тайм с чейджингом и улетел сейчас. Оракул минус. Гидра его сбивает. Здесь врыв клингов идёт. Фотонка падает, но Оверчаж помогает. Отбиться надо. Фотоночку восстанавливает. Здесь пилоны в центре. Ставятся 4 штучки у Шоу Тайма. Ещё пилончики пошли. Почему Фотонка не восстанавливается? Понять пока не могу. 125, 137 по лимиту. И обсервер на патруле. Здесь Шоу Тайм спускается вниз. Гидра собирается опять дроп. Да, кажется, он собирается это сделать. Видишь, Шоу Тайм с Овером. Возвращается на мэн. Но часть юнитов забегает. Между прочим, сейчас пилоны шатать. Уверчаж пошёл. Достаточно ли этих Уверчажей плюс юнитов, что здесь есть для того, чтобы подбиться? Да, этого вполне достаточно. И мы это поняли. Блин, чудом Овер на 6 хп вешёл. Ушёл, но здесь зато недостаточно по направлению на пилонах. В районе второй базы в итоге пилонов очень много Гидра Шоу Тайма зашатал. Но почему вот эти... Вот восстановив Фотонку с этими пьюнитами, отбил бы всё Шоу Тайм на изи, что называется. Но в итоге что-то стоит, тупит. Ничего не делает. Но по лимиту всё впаре. Так, отблинкивается с Талкерами. И сейчас можно подблинк сделать. Блин, опять какой везучий, а? Опять Овер чудом выживает. Вот пока пять Оверов висят. Можно сейчас выход, кстати говоря, сделать очень неплохой. Чейнджлинг минус. Всё берёт вперёд. Шоу Тайм заходит. Грейды у нас. Чарж есть уже? Да, есть чарж. И сейчас можно сталкеров вниз блинкануть. Да, варпить на этот пилон. Да нет, лучше на какой-нибудь дальний пилон, наверное, на варпить, чтобы быстрее варбал. Всё, Шоу Тайм спускается вниз. 155, 178. Да что ты боишься-то? Ну всё, разгрузился Гидра. Теперь всё идеально будет у Зерга драться. Шоу Тайм, тем не менее, пытается зайти. Принимает бой. Зелки прыгают вперёд. Гидра выдвигается. Юнитов реально здесь много. Архонов в миксе нет. Шоу Тайм очень хочет Архончиков добавить в этот микс. Гидра, тем временем, окружает Имморталов. Но Шоу Тайм смог их отвести назад, немножечко отконтролить. Три Архончика дополнительных появляются. Здесь с Архонами уже можно и биться, в принципе, я так думаю, Шоу Тайму. Но так, будет он биться. Да, пошла атака под блинк агрессивный. Под Плюру идёт. Здесь сверху оверчарж. Хороший, который Гидра не видит. По три с демажа допустит Архонов вперёд. Архонов Шоу Тайм пускает, но апсервера нету или ура, просто на халяву. Всё унижает. Это минус Шоу Тайм, похоже. Гидра очень чёток в механике, как обычно. На самом деле ничего вообще сверхъестественного Гидра не продемонстрировал. Но с дропами чётко действовал. Механика очень чёткая. Это минус Шоу Тайм, красавчик. Аминь. Их, что вы получили. Механика очень чётко. Аминь. Их, что вы получили. Играет музыка 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 Ну что, ребят, Гидра против Опа-на, Марин Лорда Завезли А кто будет Вообще Миллениума играть, если Марин Лорд Проиграет, не знаю, кто там еще есть вообще Да кто-то есть, наверное 3-2 ведут Миллениума до сих пор Марин Лорд Тебе от Гидра Гейл Чоба Американ Писет Гидра Смайликом Гейл ХФ Ну сейчас посмотрим, кто из них Чоба будет Акира Уэлл Литя лицензионный ХАРТ Сможет ли по сети играть в Лего Сиоза Войт Конечно нет, нужно брать лотов Покупать Сейчас он там в районе 400 рублей стоит На G2А Причем лотов ставится без предыдущих частей Так, Гидропул запиливает сейчас Так, Гидропул запиливает Так, Гидропул запиливает Так, здесь у нас Роуч Ворон запилен Между прочим Посмотрите Что делает Марин Лорд Это Чоба Американ Да, то есть называется А здесь Барак Раш пошел Просто-напросто со стороны Тирана Ну что же Ну нужно выходить в факту при таком билде Почему? Да потому что без факты здесь что не сделаешь Двух лингов принимаешь Сейчас Марин Лорд Еще два Марика приходят Бункер в итоге достроится абсолютно точно Здесь линг пытается мимо Мариков пробежать Не так просто это оказывается сделать Несколько лингов Еще погибает сейчас Ну тут-то Роуч Ворон есть И Роучи запилены Но Нужно ставить видимо второй гад Чтобы Реодзера пилить Я не знаю Что тут Гидро делать Контратаку будет идти ему Или что вообще делать-то сейчас И здесь Роучи Семь штук в общей сложности заказано Бункера вычиниваются Три еще здесь КСМки есть Сейчас бункеры Марики садятся Один имячик отступает Восемь мариков в бункерах в общей сложности сидит Это что-то на самом деле Пытается Роучи верхний бункер пробить Здесь три КСМки есть Ребята Это забейте Как ты хочешь здесь Гидро все это дело пробить Роучи падают Уже все практически погибли Марики все новое и новое подходит Да тут уже и бункеров не надо Маринбор все здесь разбирает просто Заходит на ХГ Королеву подрежет сейчас Королева падает Роучи тоже будут падать Да, падают Роучи Ну и пусть зато прохладный свет Выступает буйнок просто Какой-то Выходят новые Роучи Гидро еле держится Но 14.22 Парабам и Мариков Не остановить Надо уже с дронами драться Да куда тут минус все дроны Да не будет сверхинтересных каток В итоге у нас Как играл ГГ Гидро пишет Маринлорд завозит победу Для Миллениум 4.2 Ну одного Гидро Можно было исчезнуть Ну что ребят Что я могу сказать Завтра у нас будет Во-первых GSL Кода Играют Симбл Пейшенс Сол Ки Рианг Юнг Сик Джаджи Три пары В ни одной зеркалке И завтра Лайфен Кап Группа где будет Блай играть Между прочим И это будет интересно Тинг там еще Так же есть Тинг у нас что Все понятно Буду закругляться Запись выложу Ну видимо завтра Я ее уже выложу Сейчас компьютер Буду выключать Так же всем спасибо За внимание Приходите завтра к GSL 12.30 Может на полчасика Раньше начну Пару игр сыграю Но не знаю Пока там есть дела Так же всем до связи Спасибо за внимание Субтитры сделал DimaTorzok